Приехали с магазина, купили. Зеня, верёвочку купили, да, Зенечка? Ну, вы верёвочку купили? Ту разыдрала, да. Купили, Зеня, играете, да. Так, ещё. Ещё купили немножко вот говядинки. Будем с вами готовить. Сейчас хочу жилы снять, вот эти вот. Вот, в Казани её сделаем с капусточкой, с чем-нибудь там, морковочкой, картошечкой, такое что-нибудь придумаем. Сначала хотела сделать плов, потом передумала. Что-то хочу вот тушёного вот с капустой. Сделать мясо, конечно, огурчиков свежих ещё взяла, чабату. Ну, поехали. Хочу снять вот эти вот жилы. Ну, это можно Дженке дать, говядинку-то. Можно, собаке. Это нам свинюху можно, свинюху. О, собаки-туку. О, вероятно, куры не я. Аллергия. Мужа была попросить, он получше это всё дело делает. Разделывает от этих всех штуковин своим ножичком филийным. Ой, так. Хоть вообще ничего не снимай, хоть ничего не говори, ей-богу. Люди какие-то пошли, ну, просто злые не злые днями. Порой мне уже хочется, знаете, все комментарии, которые пишут. Я вообще человек такой относительно спокойный по этому поводу. Ну, пишут, пишут, у всех же пишут. Вот, ну, разные люди есть, правильно же? Правильно. Мелко резать не буду. Обиженные жизнью там, горе там у них. Пережить что-то не могут, если не напишут. Вот. Ну, пишут. Ну, удаляют там. Ну, а что глупости и гадости оставляют, правильно? Ну, иногда меня уже аж выбешивает. Вот, честно. Я спокойный человек, да, породоврение. Потом, как они, блин, извините, я по-другому не назову. Коза начинает писать. Ну, ты же женщина, ну, ты же женщина, ты же мама. Как ты так можешь писать такие какие-то гадости? Еще. И в основном контингент же женский. Друзья, женщины смотрят, женщины пишут, не мужчины, женщины. А еще пишут такой, фу, да фу. Да еще или как-то там, как неряшливо. Вы там готовите. И это под видео, где я говорю, что у меня ребенок сильно заболел. Который болеет уже долго. Вообще нету сострадания, ничего человеческого. Я вот не понимаю. Я не представляю, что я вот пойду сейчас писать кому-нибудь. Даже если мне что-то не понравилось в действиях, словах и так далее. Вот я пойду сейчас, да, человеку срать. Может, он старался там. Может, для него это норма там какая-то. Я никогда не пойду и не буду писать гадости. А вот люди считают, что вот если они гадость не напишут, все. День потери. Поэтому свои комментарии какие-то дурацкие, вот я по-другому не назову, при себе оставляйте. Я с удовольствием общаюсь с людьми, с удовольствием адекватными. Сейчас у меня тут память закончилась, а я тут снимаю. В общем, с адекватными, нормальными людьми я с удовольствием общаюсь. И могу вас и в группу пригласить, где такие же хорошие девчонки, добрые девчонки, на позитиве, которые идут на помощь друг другу в любой ситуации, чем вот не мраморная голедая. Но когда так, женщины, ау, вы женщины вообще? Я в шоке. Как можно под видео ребенка шорстом? Когда-то выкладывала, значит, одна пишет. Ну, Викуся попросила снять ее, значит, из майки. Ой, нет, наоборот, из шорта майку сделала. Ну, такую дырку, ну, просто, как одела такая, типа, крутой модельер. как-то можно писать фу и всякое подобное гу-гу-гу блин га-га-га это кошмар но ребенок старался ему нравится это там захотелось какой-то там какого-то внимания смотрит сколько лайков и тут пишет какая то извиняюсь больше никак не на звука было га-га-га и га-га га-га ну и все с этим сфифу просто бы сама бы блин удавила бы ей богу была бы ты рядом такими мама за ребенка можем и на костылять она прочитала тогда очень расстроилась в комментарии он как мечтает но не было очень важно сколько посмотрели какие люди комментарии оставили и я тут уследила на перри меня как так можно женщины вообще женщин ваша мама это не ко всем понятное дело это подарено все дорезаю и еду готовить но у меня тоже такое бывает да и нет и не крик души это просто я не понимаю это рассуждение на тему просто рассуждение на тему какие есть люди злые я не могу так не могу если я дружу я дружу я не могу так в одной части знаете перестать общался допустим с человеком и за непонятно даже каких-то причин если я дружу я дружу если я люблю то я люблю если нет я говорю как есть нарезано мясо можно сжигать огонь жарить настроение честно говно еще не новогодние снег у нас сошел все болеют андрюха тоже пришел со школа спросил с последний день температурой живот болит я болею уж тоже еле держится несу вот она куда ты залез иди же у антоша как же к тебе прийти то а тут грязюка я вот ну вот видите как только снег лежал только вот а доску нельзя какой положить но я же сейчас это упаду пара умных их права игры а я течу тут такое прокол дюймовочка что-то по доскам таким ходить на масло ты мне про меня сказал я прям масло не слышал добавляем картошку попозже перемешаем чуть-чуть поджарим и будем добавлять овощи даже не знаю как это обозвать потом блюдом тоже рогу овощной я сюда положила еще черный перчик мясо тоже посолила вот немножечко прихватывается картошечка так видите рюку румяненькая стала сейчас будем добавлять овощи добавили болгарский перец кто тут две морковки и 2 2 головки лука тоже сюда отправляем все не видно вот такая красота сейчас будем сюда капуста капуста крупными кусочками пошла видите да я не так хотела антоша хотел аккуратненько ее расположить а ты ее вывалил блин да не поправишь мешай короче ладно зачем да мешай да не так короче мешай а стой давай вот эту томатную пасту значит вот здесь подожди три ложки томатной пасты две ложки сахарка и пачка сушеного чеснока все это это заправочка вот сюда водички еще налей и вот как раз полоснешь и все равно водичка потому что немножко нужно чтобы они потушились конечно только не до тоже овощи дали но не той мере какой бы хотелось вот это выливай еще воды антошка чуть-чуть еще даже со стакана бы вылил выливай все вот это размешивай и надо крышечкой накрыть я хотела прям кусочки капуста чтобы они прям кусочками знаешь вот как на пилюшку уже ну режет крупные такие ничего не видно ну все пока закрываем крышечку чеснок чуть попозже такой сушеный положили еще несколько зубчиков такого нормального чеснока положим чуть-чуть уже попозже ближе под конец закрывать крышечку сейчас перемешаем и давай чесночок чесночок давай не знаю как на вид но запах с ума сходит кот ничего не видно куда я туда и дым ну как-то не знаю ребята в общем все положили чеснок сейчас уже чуть-чуть и зеленушка пойдет да надо было либо картошку покрупнее резайте либо капусту чуть-чуть раньше потому что крупная а вот положить посмотрим что у нас тут получается ничего не видно сейчас опять скажет отличное блюдо получается от рукожопых блюдо и от неряшливых давай это зеленушечку так ликуйте ликуйте злые дни блюдо от рукожопых и неряшливых я говорю что наверное надо было все таки сначала капусту а муж говорит нет наоборот что картошечка сейчас уже такая прям развалилась развалилась она как ну как ты скажешь как подливка да ну мы тоже мы не мишленовский ресторан об этом я постоянно говорю меня никто не слушает вот сейчас чуть до души будет будет заргут смотри в камеру вот что у нас получилось вкусняшка мы попробовали правда вкусно покрутим в конце она уже прям томилась томилась ребята правда вкусно я уже даже не жалею что картошку положила ранее она такая прям нет вот она она немножко такая как сказать да уже не целиковая немножко чуть дала такой вот развар и это вот это вот частично ушло как бы правда в какую-то подливку очень очень вкусно мясо тает попробуйте все